Всем привет! 7 тур чемпионата Европы по шашкам 64 в Измире. Мой соперник Андрей Калачников национальный гроссмейстер. И дебют у нас такой ED4, FG5, GH4, EF6. Первую партию я играю белыми. И хожу DE3. Андрей отвечает F7, FG3, BA5. Теоретическая позиция много раз встречалась. Мы оба видели, что в случае GF4, допустим, FG5, если побить вперед, то после AB6, далее CB4, HG7. И это позиция из игры Петрова, где белым нужно ходом EF2 уравнивать позицию. В мои планы не входило пока размены. Я здесь пошел CD2. В надежде, что, а вдруг, черные захотят мне вот такой тычок поставить. Тогда после разменов и GF2 у черных нет хороших ходов. Везде грозит проигрыш шашки. А если же A6, то нападение FG3, HG7, ED6, после AB4 и BA3 у черных вряд ли есть спасение. Черные играют AB6. Я отвечаю GF4. Мне казалось, что черные здесь будут меняться F5. но черные играют Dc5. Здесь я понял, что черные не готовят комбинацию. Я вспомнил один такой вариант. Допустим, GF2 ход и черные должны провести комбинацию. Здесь BC7 ход выигрывает. После вот такие взятия эта позиция выигранная. А в эту сторону проигрывает та же самая комбинация. Сюда бить нельзя. Дамка меняется. А если сюда, то у белых есть контр-комбинация. И уже белые выиграют. Но это давно известно. И как бы я понимал, что мне проведут правильную комбинацию. Естественно, что не ходил GF2, а пошел здесь HG3. Черные играют CD6 и F2. Пока я нашел, что здесь комбинация это не дает выигрыша, я потратил достаточно много времени. То есть черные проводят комбинацию все туже. И я играю здесь CD6. К этому положению мы подошли в обоюдном цветноте. Далее было GF6, BC3, HG5, AB2, HG7. И здесь я ошибся. Мне надо было ходить CD4, а я пошел GF4. И программа показывает, что после GF4 вот этот переход в Эншпиль проигранный за белых. Ну то есть за меня. То есть мне надо было ходить сюда и здесь уже ничья. Я поспешил, пошел GF4. Но черные не воспользовались этой возможностью и ответили GF6. И я пошел далее D7, черные ответили F5. И я в ответ поймал дамку. Получилась вот такая позиция. Все отдал, пошел CD6 и мы согласились на нищу в этой партии. Вторая партия протекала чуть-чуть по-другому. Опять же после D3, F7, FG3, BA5 Андрей здесь пошел AB4. И я тут понял, что вот этот вот тычок, который я так смотрел, сводится после EF2 к продолжению, в котором у белых преимущества. Допустим, GH4, F5, FG3, GF6, AB4, BA5, ED4, FG7, DE3. И здесь вот черные если втыкают, то белые играют E2. И это наша позиция могла получиться. Надо черным защищаться после AB6. Поэтому я очень быстро ответил DE5. Но этот ход я поспешил сыграть. Надо было играть AB6 со сложной игрой впереди. А вот CB6 уже плохо. То есть BA3 и вот такая связка в пользу белых идет. Я быстро ответил DE5 и белые разменялись вперед ED6. Ни в партии, ни после партии я не узнал эту позицию. Лишь потом в анализе я вспомнил, что здесь можно играть так CD2. Черным нельзя. Но плохо вот так играть. Из-за хода Bc5 CB4 и без шашки здесь белые выигрывают. А если здесь CB6 тогда идет жертва шашки Bc5 с инициативной игрой у белых. Но Андрей был во власти другого плана, поэтому здесь напал. Я разменялся и E-D4. Вот E-D5 Cb6 я пошел. Надо было может быть разменяться вот так вот. После Bc5 играть вот эту позицию. Все-таки тут на A1 шашка не очень самая сильная. Но мне казалось, что этот ход лучше. И далее было в партии F3 GA6 AB2 AG7 И белые жертвуют шашку. Когда первый раз добрался до этой жертвы, я подумал, что у меня есть два варианта боя. Какой-нибудь из них подойдет мне. И не стал проверять дальнейшее. Как выяснилось, один вариант боя вообще за меня проиграли. То есть вот так бить назад плохо. Потому что белые просто зажимают позицию. И черным некак вернуть шашку. Поэтому приходится бить сюда. А после этого хода и CD6 находится вторая жертва. И черные с трудом с помощью вот такой вот присоски убегают здесь на нищу. Здесь я уже увидел, что на этот ход есть ход GF4 и на CB8 комбинация. Отдали сюда эту эту черные спасаются. Белые в партии отдали в эту сторону. И после этого хода партия тоже закончилась в нищу. На этом все. Всем спасибо. Пока. Пока.